Всем привет, меня зовут Наташа Гром, и я очень рада видеть всех вас на нашем канале. Сегодня у нас такое предпраздничное настроение, потому что начинается весна, и время подводить итоги. Соответственно, я вся вот в цветах, как видите, смотрите, какие мне их подарили, но я еще отдельно в своем выпуске покажу и расскажу о них. Так как разыточка, я считаю, что это гораздо лучше и гораздо прикольнее, чем букет. Хотя я цветы не особо люблю, но мне кажется, это очень мило. Еще, посмотрите, мне подарили такое вот сердце. Видите, какое? Очень мягкое, это, видимо, какая-то подушка, но я еще не знаю, что это будет. Вот, ну так вот, сегодня у нас выпуск ништяков. Мы будем проводить итоги этого месяца, что самое лучшее было из косметики, что понравилось, что пользовались, чем не пользовались. И, конечно, хотелось бы подвести какую-то черту, но ништяков будет очень мало. Один из них это сумка, причем очень прикольная сумка из Германии привезенная. Я вам сейчас тоже покажу и, конечно же, с удовольствием расскажу обо всем. Ну вот и пришло время рассказать про сумку, которую мне привезли из Германии. Стоила она всего 20 евро, но эти 20 евро отыграли себя так, что на эти деньги можно было бы купить кучу других сумок в Москве. Я не спорю. Однако, эта сумка очень хорошая, она прослужила мне целый год, она очень вместительная. Единственный минус, что из цветов на сумке выпадают стразики. А так, сумка вполне очень прикольная и настолько здоровская и яркая, к сожалению, видео не может передать всего качества. Далее мне хотелось бы вам рассказать о моем новом лаке. Это Pupa Lighting Color Gel. Цвет, как бы вам не соврать, идет 0,40, если вы захотите такой же себе купить. Лак-гель для ногтей с эффектом стекла. Это профессиональный результат в домашних условиях. Далее рассказ пойдет по поводу туши для ресниц в стиле Vamp. Маскара Vamp от Pupa. Новейшая тушь для придания ресницам очень-очень большого объема. Ну а это гель для ногтей, который наносится до покрывания лака. Glass Shine, зеркальное сияние. С этим гелем лак у вас продержится намного дольше и, соответственно, не будет так крошиться и отламываться. Ну и цветы. Вернемся к цветам, о которых я рассказывала в начале этого выпуска. Мне их подарили. Это очень приятная и прикольная корзинка, которая выполнена в необычном образе, которая выполнена чуть ли не ручной работой. И сам подарок, вроде казалось бы, такая банальность, как цветы, но именно в этой корзинке они выглядят очень-очень мило и очень как-то... и очень неординарно. Что бы вам еще хотелось показать, порекомендовать, вот у меня есть вот такая прикольная маска для лица. Я думаю, вам видно. Она привезена, я даже не знаю, она привезена из Греции. Как раз таки у меня тут тоже есть неприкольный крем, но я вам уже позже буду рассказывать о нем. С ананасом, грейпфруктом, причем это все на натуральных штуках, как вы поняли. Да, это из Греции. Это 10 евро. Мне она вообще не подходит. То есть, эта маска просто... У меня все лицо вот так... Так, честно, все лицо, я не знаю, что с этим делать. У меня просто аллергия на 70% всяких косметических средств, поэтому подобрать мне что-то это нереально. Поэтому маска эта уходит далеко. Также я хотелось бы вам рассказать о очень прикольном геле для душа. Он вот такой вот. Это очень классный гель для душа, я вам сразу говорю. Также привезем мне из Греции, и он очень чудно пахнет настоящим медом. Просто самым настоящим медом. Хоть я медом не заберу, но сказать честно, в употреблении для тела, если так это можно выразиться, это просто очень прикольная. И я скажу такую очень удобную вещь, потому что кожа после него, он настолько мягкая, и настолько прикольный трогать. И знаете еще на какой мед это похоже? Те, кто хотя бы как раз в жизни пробовал мед из Гречихи, или Гречиха, в общем, не важно, один в один. Друзья, подходит к концу видео, мне хочется сказать вам просто большое спасибо за то, что вы подписываетесь. Спасибо вам большое за эти лайки, за эти просмотры, на самом деле это дико приятно, что ты смотришь, и у тебя есть такая вот отдача. Поэтому я хочу сказать то, что я постараюсь снимать чаще, потому что канал только стартовал, он только набирает обороты. Ну и, соответственно, я хочу всем пожелать мира, счастья, добра, и я вас очень люблю. Всем пока!